всем привет сегодня будут особенно крутые новинки так как месяц выдался довольно плодотворным на такие игры так что уже заочно можете поставить лайк ну а если я вас не удивлю то в конце сможете его убрать а также напоминаю о конкурсе в каждом видео где я разыгрываю разные призы вот победители под прошлым топом а дабы принять участие в этом нужно подписаться на канал поставить лайк и написать любой комментарий желаю всем удачи и приятного просмотра но перед началом минутка спонсорской рекламы на этот раз я порекомендую вам канал берна где парень проходит разнообразные игры от известных по типу the long dark и до разного инди по типу call of ldpr при том о некоторых не слышал даже я перепробовавший для топовом множество разных проектов к тому же публикует он прохождение регулярно с интересной подачей и достойным качеством даже несмотря на то что канал только начинает свою жизнь так что переходите по ссылке в описании и поддержите начинающего автора своей подпиской лайками и активностью 20 место apix legend mobile ну и начну с игры из-за которой это топ и не является сугубо оффлайновым ведь это известная королевская битва которая стремительно ворвалась после взлета папка и сейчас имеет огромную фанатскую базу так что разработчики решили не ограничиваться пока и консолями сделав отдельный порт еще и на смартфоны что как по мне отличные новости так как я являюсь поклонником этой игры но пока что она распространяется лишь закрытой бете тем более не для всех устройств но если и вам нравятся подобные игры то стоит попробовать зарегистрироваться вдруг повезет попасть на збт 19 место police patrol simulator на самом деле мне эту игру порекомендовали на пк но так уж получилось что там она еще не вышла зато на мобилах давно есть некий аналог где мы в роли патрульных судя по автомобилю в америке будем следить за порядком на дорогах отлавливая нарушителей за превышение скорости вождение в нетрезвом виде сокрытие с места дтп или просто тех на кого укажут операторы что влечет за собой нетривиальную погоню так как каждая машина обладает своим типом управления и вместе с тем системы повреждений если водить неаккуратно 18 место devil may cry peak of combat ну а об этой серии игр слышали думаю многие так как это классика слэш равна пк которую с ростом популярности мобильных устройств портировали и сюда что конечно же не может не радовать и учитывая тенденцию последних лет где и ап экспортировали и dmc с другими играми в будущем можно ожидать не меньше крутых проектов ну а конкретно этот рассказывает историю белокурова убийцы нечисти который размахивая своим огромным угадайте чем правильно мечом сражается с кучей разнообразных боссов с элементами платформинга и в детализированной графике из-за чего игра довольно требовательно семнадцатое место fr legends ну и вторая игра в топе где фигурирует слово легенды правда на сей раз жанре гонок а вернее даже дрифта при том видно что игра делалась фанатами для фанатов так как несмотря на аркадную физику и low поле графику ощущаются машины отлично и после получаса обучения уже можно считаться профессиональным дрифтером правда только в игре и если показать достойное вождение то можно зарабатывать очки по оценке реальных турниров за которые после открываются тачки шестнадцатое world of derby но все же если вам больше интересно не изучать механики и обучаться управлению автомобиля а хочется просто фаново что-то поразрушать в этой игре собственно как и гласит название самое главное это режим на уничтожение derby при том с проработанной системой повреждений динамической погодой и аркадной физикой правда с малым количеством машин так что дпк снова флатаута не дотягивает но как для смартфонов вполне себе неплохо пятнадцатое место народ несмотря на то что игра выглядит с графической точки зрения не самым лучшим образом как и написал асгард это ламповая рпг-шка по канонам скайрима с проработанными квестами историей которые конечно здесь клишировано ведь мы выдвигаемся на поиски пропавшего отца но на пути узнаем страшную тайну из-за чего герою угрожает опасность и все это с огромным открытым миром разным оружием врагами и около 30 часами геймплея 14 место suspect mystery mansion после неожиданного но стремительного взлета маунгас многие разработчики решили не стоять в сторонке и сделать свои аналоги но подобное паразитирование я не считаю чем-то плохим если разработчики привносят что-то новое так что по сути это не полный клон и маунгас так как имеются новые варианты убийства с разными мини играми и другой стилистикой но с той же механикой общения и вычисления убийцы среди девяти реальных игроков некоторые из которых абсолютно неадекватные 13 место moonshade is a dungeon crawler rpg принципе как и гласит название это ролевка притом закосом под старую школу то есть двигаемся мы как будто бы по клеткам а разворот занимает одно лишнее движение хотя это не пошаговая игра что как бы погружает ностальгию но дарит новые ощущения да и к тому же к такому типу управления быстро привыкаешь каких боевки с тапанием по экрану или выбором особых возможностей так что залипнуть можно надолго еще и учитывая интересные головоломки 12 место type it up но все же мобильный гейминг создан в большей степени не для погружения на многочасовое прохождение а для веселого коротания свободного времени и эта игра как раз представитель последних по механикам это как бы раннер только инвертированный то есть нужно не уклоняться от преград а бежать по ним при том в приятной пиксельной стилистике и интересной задумке ведь перемещаясь по коробкам то есть преградам нужно их заклеивать 11 место бравхала помнится некогда эта игра уже попадалась у меня в топах по крайней мере об этом свидетельствует маркер установки в google play и тем не менее ее мне снова порекомендовали так что не вижу повода не повторить годную игру ведь это бесплатный файтинг с элементами платформинга который поддерживает до восьми игроков в одном поединке при том с полной кроссплатформой то есть друзья могут играть на пк а мы на смартфоне и все это с разнообразными режимами ну и половина топа позади правда сегодня я не буду клянчить вас лайки или подписки а просто хочу поблагодарить всех за то что вы досмотрели до этого момента и отдельную благодарность хочу выделить всем тем кто рекомендует мне игры для новых топов 10 место панишин грей равен недавно вышедшая мобильная near reincarnation могла некоторых фанатов оригинала расстроить так что держите очень достойную альтернативу в жанре слэшера и стилистике постапокалипсиса где люди были почти уничтожены но на их защиту были созданы супер аниматянки ой то есть солдаты с разным оружием атаками анимациями и прочим притом в игре нет не то что русского а даже английского языка так что сюжет вряд ли многие поймут 9 место ronin the last samurai по сути это не шибко сложный но очень стильный файтинг в японской стилистике нарисованный как будто бы тушью но по механикам и сюжету здесь куда проще мы играем за самурая который будет мстить за смерть лорда атакуя или защищаюсь от врагов но дабы такое однообразие не надоедало в игре система прокачки и снаряжения а также если персонаж умирает то все на этом заканчивается как в реальной жизни только здесь можно начать сначала 8 место last island of survival ну и коль сегодня топ позволяет это мультиплеерный выживать с элементами строительства и стилистикой постапокалипсиса где опасность несут не только зомби и окружающая среда но и сами игроки так как могут убить как за ресурсы так и просто ради фана и в этом на мой взгляд и прелесть подобных игр правда когда ты с утра обнаруживаешь свой дом разрушенным немного все же пригорает но благо можно и отомстить тем более вступив в клан с другими игроками 7 место tactical все-таки сколько годных игр я не мог вписать в оффлайновые топы ведь это командный мультиплеерный шутер где есть десятки различного оружия несколько оперативников и интересные механики как разрушение так и вождение автомобиля из которого можно стрелять на ходу но увы как и в большинстве фритоплайн их игры здесь решают не столько скилл сколько донат шестое место денег лепто честно признаться я довольно большой фанат серии игр ziv на пк так что пиксельный симулятор вора меня сразу заинтересовал здесь нам нужно грабя дома подниматься по карьерной лестнице грабителя открывая новые более богатые районы так геймплей разделен на две части днем мы подготавливаем оборудование и разрабатываем план а ночью выходим на охоту при том делать это нужно быстро ведь даже несмотря на то что копов можно подкупить времени у нас не так уж и много пятое место getting over it давно мне эту игру порекомендовали но вот только сейчас к ней дошли руки так что не переживайте если ваши рекомендации задерживаются когда-то наступит и их время конкретно эта игра уже платная но является портом с пк нашумевшего проекта где нужно управляя персонажем с молотом забираться как можно выше вот только сделать это крайне непросто и как говорит сам создатель он создал эту игру дабы в нее страдать четвертое место smash road wanted вообще в этой серии есть две части но второй я как-то уже рассказывал так что сегодня поговорим о первой хотя суть у них схожа это фановое удирание от полиции на разные техники в пиксельной стилистике по сути в этом и весь геймплей но игра не надоедает по крайней мере сразу за счет рандомно генерируемых локаций из нескольких биомов и более 90 открываемых автомобилей но главный челлендж все же в другом продержаться как можно дольше третье место pocket mortis вспомнить об этой игре будет весьма актуально на волне недавнего анонсирующего трейлера нового сезона рика и морти так здесь нам нужно собирать как покемонов разных морти дабы сражаться ими с другими игроками в онлайне для чего персонажей придется прокачивать перемещать по различным мирам и прочее то есть понятно что игра нацелена только на фанатов без особой изюминки но как фанат могу сказать что позалипать пару вечеров сойдет второе место monument valley 2 а вот эта игра источностью до наоборот в сравнении со smash road ведь тут я уже рассказывал о первой части так что затрону и вторую которая является самостоятельной частью ведь рассказывает историю уже других персонажей но во все том же геометрическом мире построенном на иллюзиях где передвигая разные элементы нужно решать головоломки и двигаться дальше правда вы игра слишком короткая в среднем на два часа и первое место ford of empires ну и закончили рекомендации при том жанра стратегий и на первом месте она только потому что это единственная стратегия в топе но это не означает что игра лучше остальных так как каждая игра хороша по-своему и места в топе я использую лишь для нумерации а конкретно это предлагает построить свой город и развивать его из каменного века и до наших времен попутно прокачивая науку архитектуру войска и прочее для сражения с другими игроками на этом сегодня все спасибо за то что дотерпели до конца если нашли для себя интересный проект то не забудьте поставить лайк так вы поможете видео набрать большую активность а также подписывайтесь жмите на колокольчик дабы не пропустить новых видео но и не скучайте и до скорых встреч в новых или старых видео